здравствуйте друзья здесь демитков юрий вчера вышло интервью президента лукашенко президента беларуси венедиктова я прослушал его полностью очень интересно очень интересно лукашенко конечно просто очаровашка и просто вот ну гениальнейший человек но сейчас я хочу сказать немножечко о другом касательно акций и всяких валют и прочего прочего потому что это моя специализация и поэтому вот то что мне навеяло это что вот только-только вот буквально вчера или позавчера информация которая была у меня по белоруссии как раз но сначала давайте личные воспоминания ну в белоруссии был много раз естественно потому что я регулярно езжу в европу отдыхать на машине и мы возвращаемся чаще всего через беларусь то есть через польшу через варшаву и так далее и однажды такой счастливый из европы приезжаю все но беларусь это практически родина все говорят по-русски значит все хорошо в бресте и естественно я же жоп и поэтому есть желание сэкономить и поэтому я въезжаю в белоруссию из польши в бензин стоит сильно дороже чем у нас и сильно дороже чем белоруссии и есть такая фигня то есть хочется сэкономить денег и я узнал что в белоруссии бензин стоит если покупать за белорусские рубли то намного дешевле вот и я такой блин я сейчас возьму всех перехитрю я такой хитрожопой и думаю так я сейчас пойду и обменяю доллары на белорусские рубли и буду заправляться за белорусские рубли но ровно столько сколько мне надо вот там белоруссия большая там без заправки не проедешь и значит но я-то еще более хитрожопая же привык что возле обменки всегда стоит мальчик какой-нибудь у него конечно же курс лучше города брест останавливаюсь самом центре униру маг и так где здесь обменка захожу в обменку там главным почти униру маг там все нахожу обменку ну естественно она где-то в углу все как у нас и конечно же перед обменкой стоят люди наверняка должны стоять которые вот валютчики да и стоят какие-то люди никаких там куплю валюту продам валюту еще такой слушайте как у вас тут сама валюта так сказать валютчики где у вас они такие смотрят все что за идиот вот я короче говоря такой ну ребята вот ну вы тут стоите возле обменника может отца может кому нужны доллары таскать я вам договоримся сказать по хорошему курсу и все-таки стоят идиот ну идиот ну такое выражение понимаете вот я такой думаю я понимаю что что-то уже не в порядке думать что делать то вообще как и внук чего у вас палец вот говорят вон иди в обменку и меня чё-то из хотят сама и значит какая-то тетка вот одна из этих которые стояла практически вот в общем сказать такая проходит мимо меня и буквально значит так это самое плечом так меня толкает чё орешь идиот иди за мной я такой я понимаю что здесь что-то не так думаю что такое и еду за ней ну не сразу за ней а вот так вот как вот вдалеке значит она обходит значит там заходит скверик оглядывается значит никто не идет за ней все такая садится на скамейку я сажусь рядом ты чё говорит в тюрьму захотел у нас за незаконный обмен валют на улице если не в обменнике в тюрьму на четыре года и и не посмотришь ты иностранец естественно не посмотрит там без разбора играть провокаторов полного я такой въехал блин здравствуйте родина на четыре года в тюрьму прямо сейчас и легко вот но мы с ней договорились она обменяла мне 100 долларов вот а пока я бегал менял вот жена пошла в этот же самый универмаг подняться ну посмотреть на их цены в белоруссии и надо сказать что в белоруссии ну наверное вы знаете но и в те годы по крайней мере точно был жизненный уровень сильно ниже чем у нас и соответственно цены на все были действительно ниже и жена просмотрела горе служит такие ботинки классные смотри там натуральная кожа там белвест вот белвест совместное предприятие с немцами очень хорошее качество говорит давай возьмем ну давай и ну естественно у меня белорусские белорусская валюта уже есть карту там не принимали почему-то ну короче говоря я взял расплатился этой белорусской валютой вот а потом думаю так ну значит но все равно же надо менять ну честно говоря я уже потом не побежал менять валюту на белорусский вот к этому же пункту сказать там и я пошел на рынок ну и тетенька мне сказал что на рынке как-то может попроще а здесь вот ну не надо так не надо может загреметь в тюрьму вот ну на рынке все было ну попроще скажем так я поменял еще и на рынке да что было позже а позже было самое интересное еще смотрите я поехал значит еду отъезжаю подъезжаю к ближайшей заправке заправляться такой подъезжаю вот 100 ставлю машину ну и там не было так что заправил как европе бак и значит потом расплачиваешься нет сначала идти надо в кассу как у нас всегда было в старые добрые времена да и сейчас почти всюду и и говоришь там мне там на 20 литров я подхожу такое говорю мне пожалуйста значит вот достали белорусские рубли говорю мне там 40 литров они горит а вы откуда не только меня 40 литров а вы откуда игрем я белорусскими плачу я белорус играет но мы же видим покажи паспорт и белорус если ты не белорус вот для белорусов у нас одна цена а для иностранцев другая и бензин иностранцы мы продаем только за валюту за доллары или евро наличные ну или по карте но за валюту я такой нифига себе и думаю ну ладно пошли нафиг там я сколько-то заправил в бресте значит думаю сейчас отъеду и чуть подальше и заправлюсь там короче говоря отъезжаю чуть дальше то же самое отъезжаю чуть дальше то же самое 200 километров отъехал от бреста то же самое в периферии то же самое и уже где-то совсем совсем уже по моему в пинске в пинск заезжаю ну чё вот он пинске дальше что там или гомель я не помню уже вот но уже граница рядом российская у меня хреново тучи этих белорусских рублей и чё делать ну короче говоря пришлось ехать в магазин и мы там затарились этой белорусской обувью по самые помидоры то есть там взяли еще две пары там ну тысячи рублей за сказать пару туфель вот и кстати качество обуви было очень хорошее то есть я в принципе не пожалел за 1100 рублей взял ботинки которые только-только вот недавно выбросил их там черти сколько лет носил вот вот так и вторая вторая история то то что произошло вот только что касается непосредственно нашей темы смотрите ну вы знаете что у меня канал про инвестиции про акции и очень многие люди спрашивают у меня из белоруссии горит а как же нам вот доступ там и так далее московской бирже и так далее вот а как раз из бреста вот недавно пишет мне один молодой человек грисушите я тут что-то копнул пытался выяснить как у нас с этим делом с акциями и вот что он мне рассказал и вот прямо сейчас вы видите документ о том как купить акции как могут купить акции белорусы граждане белоруссии если это акции не белорусских компаний покупка акций иностранных эмитентов слушайте внимательно и смотрите чтобы не было иллюзии о том вот о лукашенко о том какой он классный вот смотрите покупка акций иностранных эмитентов он действительно классный лукашенко ничего не могу сказать следует учесть что при приобретении акций компаний не резидентов не резидентов то есть акции иностранных компаний в том числе российских физическому лицу требуется разрешение национального банка республики беларусь получить которые можно предоставив ряд документов первое письменное ходатайство произвольные формы содержащие экономическое обоснование необходимости проведения операций согласие на предоставление документов а также оценку инвестирования валютных ценностей второе копию документа удостоверяющего личность третье копию документов оформляющего проведение соответствующей гражданско-правовой сделки копию выписки из торгового регистра и или иное эквивалентное доказательство юридического статуса учреждения субъекта валютных операций нерезидента копии учредительных документов нерезидента при этом запрос необходимо составлять каждый раз при совершении операций ранее не указанных в ходатайстве или ходатайстве вот также физическое лицо получившие доходы в виде дивидендов от источников за пределами республики беларусь обязана предоставить в налоговый орган налоговую декларацию платить подоходный налог в сроки установленные законодательством статья такая-то вот так и президент лукашенко сказал в интервью что ну надо взять когда мы будем вот ну не то что объединяться а интегрироваться как-то вот более тесно он сказал что объединяться мы никогда не будем вот то надо взять лучшее из того что есть в россии и лучше из того что есть в беларуси я его понимаю он очень не хочет чтобы деньги из беларуси уходили и инвестировались в другие компании но людям то от этого каково и сейчас многие говорят что вот нас зажимают нас зажимают нам не дают американские компании покупать нам не дают значит какие-то и тф на американские индексы нас там какой-то там статус требует квалифицированный инвестор чтобы это делать ребята блин цените то что у нас есть вы даже не понимаете насколько это круто я надеюсь это видео как-то отрезвит некоторые оценки того что происходит в беларуси и ну а на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи